Попробуем этот клубок распутать вместе с политологом Владимиром Фисенко. Владимир Вячеславович, приветствуем вас, рады вас видеть. Добрый вечер. Владимир Вячеславович, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что стало таким отправной точкой, таким толчком для Путина, чтобы все-таки начать эту кровавую полномасштабную войну? И когда было принято это решение, по вашему мнению? Ну, когда именно оно было принято, мы точно не знаем. Думаю, что узнаем уже после окончания этой войны. Через некоторое время, когда соучастники, подельники Путина по этой кровавой авантюре начнут давать показания, либо писать мемуары. Но мы можем реконструировать логику развития ситуации, когда примерно Путин начал готовиться к войне. Есть данные разведывательного сообщества. Есть, в конце концов, объективные данные концентрации войск на российско-украинской границе. И мы можем делать выводы определенные. Есть статья Путина по Украине, которая появилась летом прошлого года. Версия верстки, на мой взгляд, слишком упрощенная, слишком такая, я бы сказал, популистская, конспирологическая. Она все сводит как бы вот к мотиву личной обиды. Ну, слушайте, в большой политике так не бывает. Конечно, личностный фактор, он тоже работает. Ну, то, что называют философы, субъективный фактор, психологи, личными психологическими особенностями, это сказывается. Ну, некоторые считают, что, например, ковид и изоляция во время эпидемии ковид-19 сдвинули, скажем так, Путина с нормальных катушек и психологически способствовали его к принятию авантюрных решений, к усилению паранойи в адрес Запада и Украины. Но все-таки, я думаю, были две главные причины. Путин хотел восстановить контроль над Украиной. Это причина номер один. Он пытался это сделать через реализацию Минских соглашений. Он надеялся, после того, как Зеленский победил на президентских выборах, он надеялся, что удастся неопытного, молодого президента Украины переформатировать, заставить играть по российским правилам. Тем более, что Зеленский искренне хотел мира. Но когда Зеленский увидел, что Путин не собирается искать взаимоприемлемых компромиссов, Путин не хочет мира, а Зеленский надеялся на то, что Путин нормальный, что он хочет прекратить войну, оказалось, что нет. Путин хотел не мира, Путин хотел восстановления контроля над Украиной. Зеленский не пошел на уступки. Года два продолжалась эпопея, все-таки с поиском какого-то мирного регулирования войны на Донбассе не вышло. И тогда Путин решил сделать ставку на провоцирование внутриполитического кризиса в Украине и использовать для этого Медведчука. Вот я отчасти могу согласиться, фактор Медведчука как бы сработал, но он не был главным. И концентрация российских войск на украинской границе началась до того, как были введены санкции против каналов Медведчука. Дело против Медведчука вообще появилось позднее, уголовное дело. А российские войска уже стояли на границе. Была попытка использовать ОПЗЖ для провоцирования внутриполитического кризиса в Украине. Если уже говорить о непосредственных предпосылках, еще зимой 2021-2022 года в России были надежды на то, что удастся спровоцировать политический кризис в Украине через энергетический кризис. Я вот процитирую Маргарита Симоньян, глава Russia Today, одна из главных российских пропагандисток, она в первые дни нового 2022 года написала такой пост. Все в московских гостинах обсуждали одно и то же. Когда взорвется Украина? А взорвалось не там и не то. Взорвался Казахстан. Ожидания были. И это действительно было так. И вот когда Путин окончательно понял, что не получается с кризисом внутриполитическим в Украине, не произошло энергетического кризиса, нет политического, вот тогда, я думаю, было принято окончательное решение начинать войну. Но готовиться к этой войне Путин начал раньше. Вторая цель – это через восстановление контроля в Украине принудить Запад к выполнению путинских ультиматумов. Напомню, что в декабре 2021 года Путин выставил ультиматум Соединенным Штатам и НАТО, где потребовал, чтобы НАТО официально отказало Украине, заявив, что никогда Украину не будет принимать свой состав. И самое главное, Путин потребовал от НАТО, чтобы НАТО отступило на границы 1997 года. Вот как это реализовывать? То есть что, выгонять обратно страны Балтии, Польшу, Чехию со Словакии и так далее, непонятно. Но вот такие требования были у Путина. И он рассчитывал, добившись победы в Украине, он военным путем принудит НАТО к уступкам. Вот это, я думаю, две главные причины для этой войны, а не Медведчук. Это слишком, я бы сказал, легковесная и слишком примитивная версия для объяснения этой кровавой войны. У Путина были гораздо более широкие геополитические планы. Он же хотел вернуть России статус одного из главных лидеров в мире. А по результату получилось совсем наоборот. Да, но вот в этой же статье Верстки говорится о том, что отношение Путина к Украине портилось вместе с отношениями с Западом. И довольно быстро постсоветское пространство, в первую очередь Украина и Грузия, стали для кремлевского лидера пространством противостояния. Вот революция рос, а потом революция в Грузии, революция достоинства в Украине, изгнание Януковича из Украины. Вот и тут же говорится о том, что Путин лично, и вот он сам принял это решение об аннексии Крыма после революции. Вот еще же, ну, вообще есть такая версия, возможно, вы проясните, что план по возвращению республик после распада до Советского Союза был еще чуть ли не Сталином прописан. Ну, подождите, чтобы мы не запутались в исторических хитросплетениях, я просто напомню, а то уже, ну, много же молодых зрителей, которые не очень хорошо знают историю. До 91-го года, а тем более во времена Сталина, существовал Советский Союз. Это первое. Украина была в составе Советского Союза. Поэтому, ну, у Сталина, конечно, были большие планы, и после Второй мировой войны он расширил сферу влияния Советского Союза, в частности, создал Советский блок в странах Восточной Европы, ну, и пытался влиять и в Азии, там, Китай, Вьетнам, Корея и так далее. Да, поэтому, как бы, тут Сталин ни при чем. Или у Сталина, скорее, Путин сейчас пытается подражать Сталину и во внешней политике, и во внутренней. Вот это да, это заметно. Что касается вот действий Путина, ну, конечно, антиукраинская фобия у Путина возревала постепенно. Мы не знаем точно, вот, может, я не знаю, там, что-то у него в детстве, в юности, в молодости было связано нехорошее с Украиной, бог его знает. Это психоаналитики пусть разбираются и биографы Путина. Но вот когда он уже стал президентом, ну, мы видели вот эти этапы. Вот тут я могу согласиться. Действительно, первая критическая точка, когда у Путина вот эта фобия сформировалась по отношению к Украине, и фобия, связанная с Западом, вот, подозрение, что Запад коварно, как бы распространяет по постсоветскому пространству вирус цветных революций, хочет подорвать Россию таким образом. Да, это была оранжевая революция. И после этого, да, паранойя по отношению к Украине усилилась. Параллельно была Грузия, да, там революция еще немножко раньше. Потом, конечно, когда вот при Ющенко Украина официально захотела идти по пути в НАТО, хотя сама эта стратегия евроатлантической интеграции была, между прочим, проголосована еще при Кучме. Кстати говоря, когда Медведчук был главой администрации у Кучмы. В 2003 году был принят закон об основах национальной безопасности Украины. И тогда в этом законе было написано, что одна из целей внешней политики Украины и стратегии национальной безопасности – это евроатлантическая интеграция. Вот так вот, как это ни парадоксально. Это еще при Кучме началось. Кстати, некоторые эксперты считают, что вот скандал, так называемый кольчужный скандал, когда, опираясь на пленки Мельниченко, записи в кабинете у Кучмы, обвиняли Кучму, что якобы продавал украинское руководство радиолокационной системы кольчуга режиму Саддама Хусейна. Это не подтвердилось. Но из-за этого тогда испортились отношения с Соединенными Штатами Украины. Похоже, что это была такая спецоперация российских спецслужб. А потом при Ющенко именно Россия через угрозы, не столько даже Соединенным Штатам, хотя Путин и Бушу не то чтобы угрожал, но его убеждал, что Украина искусственное государство, нечего помогать Украине, тем более принимать ее в НАТО. Но через Германию и Францию на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году удалось заблокировать предоставление Украине и Грузии ПДЧ, плана действий по членству в НАТО. А потом Крым, да, война в Грузии в 2008 год, Крым. Это постепенно все назревало, у Путина вот это формировалось. Я не говорил бы, что это было единоличное решение Путина. Да, решающее слово было за Путина, несомненно, по Крыму в частности, ну и, судя по всему, вот по началу войны против Украины. Но антиукраинские настроения, имперские, великодержавные настроения у российских руководителей, у большинства были. Да, они, может быть, войны не хотели прямой, не хотели прямого конфликта с Западом, потому что у многих там маетки, имения на Западе, даже у Дмитрия Медведева, там виноградники в Италии, дети там учились, яхты и многое другое, радости жизни. А тут сейчас вот проблемы из-за войны. Но, тем не менее, они хотели контроля над постсоветским пространством. И замечу, что при Путине как раз, начиная с 2002 года примерно, 2002-2003 год, начались, а потом резко активизировались, процессы евразийской интеграции. В пику Европейскому Союзу Путин начал формировать Евразийский Союз. И он хотел, чтобы Украина стала его членом. Сначала это был так называемый таможенный союз, еще при Кучме. А потом вот они начали создавать уже, опять-таки, по образу и подобию Европейского Союза, Евразийский Союз во главе с Россией. Тоже вот приведу конкретный факт. 2013 год. Из-за чего у нас начались события, которые привели в итоге к революции достоинства? Из-за того, что Янукович резко поменял внешнеполитический курс, отказался от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, хотя соглашение уже было подготовлено его же людьми. Уже нужно было подписывать на саммите в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Но Россия тогда все сделала для того, чтобы заставить Януковича отказаться от этого. И, кстати, не только Януковича. Вот себя мало вспоминают, но в том же 2013 году Армения отказалась тоже. И тоже под давлением России. Армения тоже должна была подписать такое же соглашение. Грузия и Молдова подписали. А вот Украину и Армению Путин убедил и жестко убедил, судя по всему, путем шантажа, не подписывать эти соглашения. Ну, после революции достоинства мы подписали, но вот эта история, она очень показательна. Так что да, вот у этой антиукраинской фобии ненависти к Украине у Путина давняя история. Это постепенно формировалось. Он постепенно возревал к идее войны против Украины. Но хотел сначала чисто политическими методами, поставив у власти своих людей в Украине, хотел решить эту задачу. А когда не удалось, и когда он понял, что не получится чисто политическими методами, тогда уже решил путем войны. Тем более и Запад хотел так напугать. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот издание Верска, в частности, делает такой акцент в ходе своего расследования на личности Юрия Ковальчука. Это довольно-таки известный персонаж, кооператив «Озеро», друг Путина. Якобы во время, точнее, пандемии коронавируса, Ковальчук чуть ли там единственный, кто не покидал резиденцию Путина. Один из тех, кто сделал свой вклад в начало этой полномасштабной войны. Якобы там говорилось о том, что Ковальчук – это один из тех, кто вкладывал в уши Путина то, что Европа особо помогать Украине не будет, у Европы свои проблемы. Вот, конечно, правды мы никогда не узнаем, но, тем не менее, давайте расскажем нашим зрителям вообще личность Юрия Ковальчука. Что это за персонажи? На самом деле, он мог быть одним из тех, благодаря кому война в Украине, полномасштабная война, и началась. Я уточню, он еще сказал, если не сейчас, то когда же? То есть это единственный шанс именно вот 24 февраля. Да, и он говорил также о том, Ковальчук, что на самом деле войну надо начинать быстро и заканчивать быстро. Вот была та самая ставка на Киев за три дня. Нет, ну то, что, да, они хотели быстро, это как раз объясняет и формат спецоперации, и то, что думали ограниченным контингентом войск это сделать. То, что Ковальчук здесь сыграл заметную роль, об этом говорили разные источники. Говорили еще в прошлом году. Об этом писали разные издания, разные российские эксперты подтверждали эту информацию. Скорее всего, это соответствует действительности. Что точно говорил Ковальчук, но мы не знаем. Я думаю, что кто-то передал журналистам издания Берска вот эти слова. Но я думаю, мы это узнаем через какое-то время. Будут мемуары наверняка, будут какие-то утечки. Что-то мы узнаем. Может быть, не полностью, не все. Но роль Ковальчука, судя по всему, очень большая. Также в это время с Путиным в основном общался Патрушев, секретарь Совета Безопасности России. Он тоже настроен антизападно, но более так гибко, наверное, и прагматично. Говорят, что российские военные предлагали некоторые другие сценарии Путину. Когда он дал им такую установку на подготовку военной спецоперации, они предлагали немножко другое. Поэтому тут не все так просто. Про Ковальчука. Это действительно один из питерских знакомых Путина. Еще когда Путин работал одним из руководителей администрации Собчака в Питере, занимался делами административными, бизнесовыми, вот он близко сошелся с братьями Ковальчуками. Один из братьев известный физик, академик даже. Второй вот как бы пошел в бизнес. Он создал банк крупный, через который прокручивались, я так понимаю, различные схемы как самого Ковальчука, так и Путина уже в тот момент. Но когда Путин волею судьбы, благодаря стечению обстоятельств, сделал быструю карьеру в Москве и стал президентом, вот тогда, конечно, многие питерские знакомые Путина, они начали быстро умножать свои состояния, их влияние стало быстро расти. И тогда многие поднялись. Например, другие братья, Ротенберги или Тимченко. Это вот все знакомые Путина, питерские. С кем-то он там в секции самбо занимался, как с Ротенбергами, с кем-то по бизнесу тесно общался. Вот кто-то был в кооперативе «Озеро». Это вот как раз кооператив разных питерских начальников, друзей Путина. Это действительно вот тот круг, с кем Путин работал. Ведь кто тогда сделал карьеры? Вот Сечин, помощник Путина в те времена, портфель за ним носил, а потом стал помощником Путина как президента, ну и вообще стал одним из влиятельных людей в России. Другие люди, например, Миллер, через которые, как бы Путин не подписывал документы, а вместо Путина разные сомнительные сделки подписывал Миллер, который сейчас возглавляет «Газпром». Вот и Ковальчук. Он был из тех, кто, видимо, был одним из доверенных лиц Путина уже тогда по разным бизнес-сделкам. Он возглавил не только один из крупнейших банков России, и он возглавил медиахолдинг, который тоже работает в путинских интересах. Там ходит и целый ряд телеканалов, ряд других изданий информационных. И самое главное, вот уже в последние годы президентства Путина именно Ковальчук как бы стал близок к Путину. Видимо, они оказались на одной имперской волне. У обоих интерес к истории, к истории российских императоров. У обоих очень консервативные великодержавные взгляды. И вот, видимо, друг друга они подпитывали. Вот, возможно, когда это вот духовное родство проявилось, особенно, говорят, во время ковида, эпидемии ковид-19, это вот многие источники подтверждают, они сблизились. Ну, Путину надо было с кем-то общаться. И вот, видимо, им было приятно друг с другом общаться на разные исторические, культурные темы. И говорят, что обоих объединяла нелюбовь к Украине, неприятие Украины. И это, естественно, сработало. Но еще раз подчеркну, не только Ковальчук. Медведев. Вот Путин написал свою статью антиукраинскую летом прошлого года. Буквально через месяц-два Дмитрий Медведев написал свою статью, тоже антиукраинскую. Патрушев неоднократно высказывался с такими взглядами. Тот же Медведев, вот когда на заседании Совбеза 21 февраля, вот говорят, что именно в этот день было принято решение о войне, 21 февраля, обсуждали признание так называемых ДНР и ЛНР и взаимопомощи с ними. Тогда же Путин всех допрашивал членов Совбеза. Вы согласны на это или нет? И Медведев сказал, а не надо бояться санкций. Запад слабый, Запад ничего не будет делать. То есть не только Ковальчук. Я думаю, вот группа украинофобов, Медведев, кстати, тоже близкий друг Медведчука. И тоже, видимо, много потерял в Украине. Так что вот ненависть к Украине, ненависть к Западу, она объединяла целый ряд кремлевских начальников, целый ряд людей из окружения Путина. И, видимо, они еще и понимали, что Путин такие взгляды разделяет. Они на этом играли, они подстраивались под Путина. Поэтому Путин несет главную ответственность. Не нужно из него делать какого-то, знаете, такого субъекта, которому внушили идею войны. Он главный носитель этой идеи. А остальные ее подпитывали, как бы, может быть, тоже взращивали вместе с Путиным. Но главная ответственность несет сам Путин, а коллективная ответственность несет все российское руководство за эту войну. Спасибо большое, Владимир Вячеславович, за то, что присоединялись к нашему эфиру. Владимир Фисенко, политолог, был вместе с нами в эти минуты. Спасибо. Спасибо.